Приветствую вас, и я думаю, что имеет место быть, ну, во-первых, негативный опыт взаимодействия с молодыми людьми. То есть, если вы говорите про своих детей, то определенно у вас с отцом ребенка что-то не получилось, отношения не сложились, и теперь вы, возможно, используя определенный негативный опыт и, помятуя о том, какие негативные переживания вы испытали, руководствуетесь ими уже в новых отношениях. То есть, вы, по сути дела, имеете негативный опыт, неправильно усвоенный, неверно преобразованный и, в общем-то, ложные понятия относительно того, что с вами произошло, и относительно того, чего вы хотите. То есть, я думаю, что у вас комплекс. То есть, комплекс в данном случае это совокупность ложных понятий. То есть, вот вы сами для себя боитесь каких-то вещей. Вы сами для себя собоете заведомо ситуации, из которых потом у вас нет выхода. Об этом мы, кстати говоря, еще поговорим. А пока я бы хотел сказать следующее. Значит, ситуация заключается вот в чем. Выпейся, я боюсь отношений. Значит, они для вас несут некую угрозу. Здесь нужно работать, конечно же, как вы, наверное, уже поняли, со страхами. То есть, что для вас угроза в отношениях? Почему она вообще для вас существует, эта угроза? С чем она связана? Что такого страшного для вас есть в отношениях и почему? А страх – это мистическое представление о каком-то событии, о какой-то сфере жизни и так далее. Именно мистическое представление, то есть, не рационализированное, по сути, мешает вам адекватно на него реагировать. Соответственно, ядро страха нужно определить и превратить его осознать в некое негативное обстоятельство, которое либо существует в реальном ритме, либо отсутствует, то есть, существует только в вашем сознании. Если в реальности это негативное обстоятельство существует, то вам нужно всего лишь немножечко подкорректировать свое поведение, для того, чтобы это негативное обстоятельство, которое кроется за вашим страхом, не мешало вам, по сути дела, жить. И вот чем быстрее, чем эффективнее вы будете заниматься именно этим, тем слабоднее вы станете. Далее, если говорить про страх, то здесь можно выявить еще одну деталь. Страх не любит рационализацию, то есть, страх не любит вопроса, а почему же я, собственно, боюсь? Чего же я, собственно, боюсь? Чего я опасаюсь и что не дает мне возможности спокойно жить? Страх очень сильно не любит рационализацию. Любую рационализацию. Это нужно понимать. Поэтому, если вы будете задавать себе вопрос, наступило ли то, чего я боюсь, или нет, и, соответственно, если не наступило, то все в порядке, можно жить дальше. А если наступило, то так ли это страшно? Вот эти вопросы помогут вам рационализировать свой страх. Любой. Мы здесь не говорим про что-то конкретное. Их у вас много. Это понятно. Страхов у вас достаточно. Тем не менее, тем не менее, это поможет вам. Это успокоит вас, и, возможно, вы сами даже сможете увидеть, чего вы боитесь. Без помощи психологов, которым у вас, как я понял, выработалось несколько негативное отношение. Оно и понятно. Никому не нравится, когда проблема обесценивается. Я имею ввиду, обесценивается специалистом. Дальше. Следующий момент. Следующий большой пласт, который я увидел, большая сфера проблем, это то, что вы говорите. Мне нужна работа, значит, которой я не могу научиться принимать. Вот тут вообще не очень понятно. Нужна работа, которую вы не можете научиться принимать. То есть, у вас сейчас есть работа, которую вы принимаете, а вам нужно найти такую работу, которую вы не научились принимать. Видимо, работа, приносящая вам больше удовольствия, больше удовлетворения. Так получается. Но все это мешает вам ее принять. Знаете, учиться, учиться можно навыком, а вот принимать на уровне чувств нужно не навыками, не постарением. Хотя, возможно, в некотором смысле повторения тоже будет. Но принимать что-то в первую очередь нужно осознание. Осознать, зачем вам вообще принимать то, что, например, вам не нравится. Далее. Нужен мужчина, а не дистанционное решение и поведение. Тут тоже момент такой, что, знаете, нужен мужчина, а не деструктивное решение. то есть деструктивное решение здесь, наверное, вы имеете в виду, что это вам во вред. То есть, принятие такого решения, которое причиняло бы именно вам негатив, то есть во вред себе. И здесь я могу вам сказать следующее, что это не в мужчине дело на самом деле. Дело в том, что вы сами выбираете таких мужчин, которые для вас представляют какую-то угрозу, которые вам могут быть неприятны, которые причиняют вам негатив. Дело не в мужчинах, дело в том, как вы к этому относитесь. Хотите ли вы как-то позиционировать себя как человека, защищающего свои интересы, но делающего это адекватно, конструктивно, правильно, или нет? То есть здесь необходимо понять, что вы вообще говоря подразумеваете под деструктивным решением и поведением, что для вас есть деструктивное поведение и решение и насколько на него влияет мужчина. То есть вы же говорите, что у вас сильный темперамент, значит по идее вы не подчиняетесь мужчине. Тогда в чем деструктив тоже не очень понятно. Далее вы пишете про интим, что не хотите замуж, но и секс без наших ну механических секс вам неинтересен. То есть получается вам нужен такой мужчина, который вообще говоря был бы с вами, общался бы с вашими детьми, но при этом не претендовал бы на вас и не ограничивал бы допустим вашу свободу. Вот вы знаете такое у меня впечатление образовалось, что вот такой мужчина вам нужен. Мы сейчас не будем говорить о том есть ли такой человек человек. Понятное дело есть любовь. у меня складывается такое ощущение что вы хотите чего-то но доверенно создаете условия для того чтобы этого не было. То есть это как говорить я хочу но что-то мне все время мешает. И вашу ситуацию можно пояснить так что она сама ситуация вас в чем-то устраивает. Вам нравится вы что-то получаете в этой ситуации в которой находите. Вам что-то дает то что вы делаете. Что-то дает вам вот такая позиция. То есть вы не испытываете острое судя по всему необходимости у мужчин. и перебираете 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 при этом вы боитесь и страхи ваши они на мой взгляд достаточно глубокие или кажутся вам сильными тяжелыми справиться необходимости определить что вам эта позиция дает и лишить себя этого. Нужен мотив чтобы выйти из ситуации нужна мотивация. А мотивации вас нет. И эту мотивацию она получается создавать вам искусственно. Вот собственно то что можно сказать именно про вот этот пласт проблем. Далее наши вы пишете что боитесь спустить другого в свою жизнь. Ну здесь в принципе тоже. Почему боитесь чего боитесь и так далее. Далее как только молодой человек появляется вы не знаете что с ним делать. Вот тоже немного странное я бы сказал из речения. С молодым человеком не нужно ничего делать. Обношения между двумя людьми между двумя партнерами по сути дела свободные непринужденные как бы не регламентированные чем либо. И то что вы возможно пытаетесь регламентировать отношения и является самым плохим. Вы пытаетесь заставить себя например быть кем-то вы пытаетесь заставить себя делать что-то и так далее. А это нельзя потому что вам нужно быть естественным. А чтобы быть естественным чтобы вы были естественными нужно и строить отношения на этом основании на основании естественности и чтобы отношения строились на основании естественности необходимо качественно проработать те обстоятельства В которых вы встречаетесь с мужчинами Что это за обстоятельства Где вы встречаетесь с ними На каких условиях В какой среде По какому поводу и предмету Лучше всего если вас будут Объединять общие интересы И чтобы вы проводили время Для начала просто как друзья Чтобы не было каких-то Ожиданий именно У вас на него И на вас у него И чтобы вы Таким образом Могли бы Получше друг друга узнать Без каких-то претендов А потом само собой Либо Что-то разовьется Больше Ну и у вас что-то больше разовьется Либо нет Вот именно так вам нужно строить отношения А если Почитать вас То получается так Что отношения Это некая Знаете Непосильная Тяжелая Ножа Которую вам Нужно нести И которую вы нести Естественно не хотите Но понимаете Что это нужно Потому что вот Нужность Вас не успокаивает Не дает вам Успокоиться Точнее Ну и все же Обстратит От этого Избавиться И Избавиться Истинных И ложных Понятий Я думаю Что это Возможно Психонавис Немножко Куда же без него И я думаю Что это Когнитивная терапия То есть познавательная терапия Преобразование Преобразование Переосмысление Вашего Текущего Опыта И Нового Опыта Так же Да Это все Действительно Вам Нужно Так же Хочется Сказать Что Результат Это Одна из самых Больных Те Знаете Чем Значим Для Нас Результат Который Мы хотим Получить Тем Труднее Нам его По сути Достичь Этого Самого Результат Потому что Расшается Сказать Мотивация Из Результат Расшается Излишнее Стремление Получить То Чего Вам Не гарантировано Вот Отношения Построить С мужчинами Вам Не гарантировано Как раз Но Вы этого Хотите Очень Сильно Вы К этому Стремитесь И Вы Бросаете Работу С психологом На полпути Ну По крайней мере Я Такой Вывод Извлек Из Вашего Сообщения На полпути Хотя Безусловно Может быть Вы имели ввиду Совсем Другое Тем не менее Не нужно Никаких Строить Ожидания Есть Проблема Проблема Можно Решить Да Вы Строите Для себя Слишком Знаете Большие Цели Слишком Много Целей Перед собой Ставят Так Целей Нужно Разбить На Последовательных И Последовательные Их Выполнять Причем Сами Цели Разделяются На Задачи А Задачи Требуют Куда Более Простых Решений И Вот На этом Вам И Нужно Сконцентрироваться И Здесь Опять Таки Я Б Сказал Когнитивная Психология В Шердности Пиаже Поможет Вам В Организации Задач Построении Задач Прозработке Условий Требований И Средств Этих Задач И Коррелирование Всего Этого Ну Или Лучше Сказать Наверное Корреляции Корреляции Всего Этого Так что Да Это Работа Но Это Работа Которая Направлена На Четкие Сферы Первое Потом Другое Потом Третье Потом Четвертое И так Далее Первая Проработка Ваших Прочных Отношений Потом Это Возможно Детско Родительские Отношения Там Есть Какие Тригеры Которые Вами Управляют Сейчас Далее Проработка Женской Модели Поведения То есть Какой Вы Хотите Быть Женщиной Какого Мужчину Вы С собой Рядом Хотите Видеть Далее Это Проработка Ваших Интересов Личностная Сфера Далее Это Проработка Собственно Говоря Страх И Вот Все Вместе Вот Это Родит Ту Вас Которая Станет Счастливой В Личностной Сфере Сначала Нужно Четко Понимать Чего Вы Хотите Это Самое Главное И Поэтому Психотерапия Смысла По Виктору Франклу Тоже Вам Здесь Могла Могла Помочь Ну На мой Гляд Конечно Поэтому Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи